14 октября 1997 год. Казанский железнодорожный вокзал. Многочисленная делегация встречающих на родину. Впервые после долгого перерыва приехал Ирик Мухамедов, солист королевского лондонского балета. Все началось в 1965 году. В Казани, когда еще совсем маленький мальчишка Ирик Мухамедов, пяти лет от роду, пришел вместе с мамой в хореографический кружок дома пионеров Ленинского района. Именно тогда его судьба была предрешена. Его родители всегда хотели, чтобы он занимался хореографией. Особенно мама Рашида Низамовна. Ведь ей довелось танцевать на сцене Большого театра. Но она никак не могла предположить, что сына ждет такое счастье. Каждый месяц он звонит или когда уезжает на гастроли, никогда не чувствуем, что его нет с нами. Всегда он поздравляет и сообщает, куда, что, какие гастроли. Эрик Мухамедов отправился покорять мир Большого танца в 70-м. После окончания Московского хореографического училища, как победитель международного конкурса артистов балета, был приглашен в труппу Большого театра. А в 90-м подписал контракт с труппой Королевского балета «Ковингарден» в Лондоне. Обошел весь театр. Посмотрел, в каком состоянии артисты, в каком состоянии грима упорные получил от этого. Поговорил с ребятами, с артистами. Получал колоссальное удовольствие от их духа. В Казань прославленный артист прибыл на семь дней по личному приглашению президента Ментимера Шаймиева. В поездке его сопровождали жена Маша и двое детей. За неделю своего пребывания Эрик Мухамедов станцевал при полном аншлаге в трех спектаклях «Жизель», «Баядерка» и «Дон Кихот». Уже перед отъездом в Лондон артист выкроил время посетить деревню Большие Ачисыры Зеленодольского района, откуда берет свое начало род Мухамедовых. Заглянул по пути и в Раивскую обитель. К берегам Туманного Альбиона Мухамедов отбыл 24 октября 1997 года, увозя с собой чемодан подарков и море зрительской любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова